Здравствуйте! Приветствую вас на Кухне Советы! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом нежнейших шоколадных капкейков с начинкой из печенья Oreo. У нас внутри будет помещаться целая печенька, а также ганаш на белом шоколаде. И еще для этих капкейков я покажу вам два варианта крема. Один более термостабильный, другой более нежный. Вы сможете выбрать тот, который больше удовлетворяет вашему вкусу. Итак, приступим к приготовлению теста. Мягкое сливочное масло. Засыпаем сахаром. И все это взбиваем на высоких оборотах миксера до посветления и пышности. Не смотрите у меня на количество ингредиентов, у меня был очень большой замес. Вам же я укажу количество ингредиентов на 9-10 капкейков. Все хорошо перемешиваем, взбиваем. Добавляем сюда яйцо. Если будете увеличивать количество ингредиентов, то яйца вводите по одному и после каждого хорошо перемешивайте массу. Вот такая посветлевшая масса у нас уже после введения яиц. Она достаточно плотная. И теперь смешиваем сухие ингредиенты. Это мука, сода, соль, разрыхлитель и какао. Все это перемешиваем ложечкой. Можно не просеивать. Если вы не уверены в своей муке, то лучше просейте. Также нам понадобится теплое молоко. И теперь в нашу яичную смесь будем вводить поочередно сухие ингредиенты и молоко. Перемешиваем все на невысоких оборотах миксера. Никуда не торопимся. Аккуратно добавляем сыпучие и жидкие ингредиенты. Какао лучше использовать алкализованный. Тогда будет более яркий вкус шоколада и более насыщенный цвет и запах у теста. Перемешиваем все постепенно, чтобы не образовалось комочков. И перекладываем все в кондитерский мешок. Я буду использовать вот такие усиленные бумажные капсулы. На донышко каждый из них выкладываю тонким слоем теста. И кладу сверху печеньки. Если вы положите печеньки сразу на дно капсулы, то при запекании они станут просто деревянными и получится невкусно. А когда они пекутся в тесте, они получаются очень нежными и не хрустят, а просто дают шикарный вкус и интересный разрез. Заполняем капсулы примерно на 70%, потому что кексики будут подниматься у нас в духовке еще. Духовку прогреваем до 160-170 градусов. Не поднимайте температуру до 180, потому что тогда у кексов будут большие вулканические шапки. И вообще выглядеть они будут не очень симпатично. Поэтому никогда не старайтесь поднять температуру, чтобы снизить время приготовления. Лучше печь подольше, но на низких температурах. После того, как заполнили капсулы тестом, их обязательно нужно отстучать, чтобы, если там есть пузырьки воздуха или какие-то пустоты, чтобы все заполнилось. И отправляем капкейки в духовку на 25 минут. Пока же займемся начинкой. Белый шоколад заливаем горячими сливками. Даем ему немножечко подтаять и перемешиваем. Перемешивать нужно тщательно, до однородности. Если никак не получается, то можно пробить блендером до состояния эмульсии. Получившуюся массу обязательно накрываем пленочкой в контакт, для того, чтобы сверху не образовалось неприятной корочки. И отправляем в холодильник минимум на 2 часа для стабилизации. Тем временем кексы у нас испеклись. Вот такие они симпатичные получаются. Им нужно дать остыть до комнатной температуры и убрать в холодильник примерно на 2 часа. Начинка у нас отстоялась. Вот она стала похожа по консистенции на сгущенку. И теперь мы взбиваем ганаш. Он светлеет и становится более плотным. Смотрите, видите, какая плотная стала масса. Сюда добавляем 2 печеньки Oreo. Разделяем на начинку и печеньки. Начинку вмешиваем сразу в ганаш. Она там и так хорошо разойдется. А печеньки можно либо блендером измельчить, либо скалочкой пробить. Это уже как вам нравится. Я в своем случае натерла на терочке их. Все это тоже перемешиваем. И будем наполнять кексы. Серединку у кексов можно вырезать ножом, можно вот таким плунжером. Эти плунжеры в Китае стоят буквально 30 рублей. И у нас в магазинах недорогие. Поэтому советую один раз купить и потом пользоваться. Это очень удобно. Вынимаем серединку и заполняем кексы. Шапочки не выкидывайте, которые вырезали из кексов. Я обычно всегда люблю еще закрыть крышечки. Так в разрезе кексы выглядят гораздо симпатичнее. И теперь переходим к крему. Первый вариант крема это термостабильный крем. Если вам куда-то в жару нужно ввести капкейки, то взбиваем сливочное масло с сахарной пудрой до посветления и пышности. И добавляем к этой массе сливочный сыр. Перемешиваем на высоких оборотах буквально пару минут. Просто до того, как масса станет однородной. Не бойтесь, кстати, в креме по вкусу масло будет совершенно незаметно. Просто крем будет более плотный и не будет терять форму, даже если капкейки будут в жаре. Перемешиваем все до однородности. И снова берем две печеньки Oreo. Начинку сразу подмешиваю, а сами печенюшки измельчаю блендером. Все перемешиваю. Получается прекрасный стабильный крем, которого хватит на хорошие такие крупные шапочки. Если вы будете отсаживать насадкой, например, М1, то в 2-3 этажа на 9-10 капкейков. Смотрите, какой плотный, прекрасно держит форму. Очень вкусный. Честно говоря, многие любят его кушать даже ложками просто. Теперь второй вариант крема. Второй вариант крема – это более легкий, нежный крем, который, к сожалению, жару не очень хорошо переносит. Но если вы делаете капкейки для дома, то это отличный вариант. Смешиваем сразу сыр, сливки и пудру. И все отбиваем на высоких оборотах, до того, как сливки не начнут густеть. Это буквально 2-3 минуты. Видите, тоже крем достаточно густой, пышный. Но единственное, он со временем, при комнатной температуре, начинает подтаивать. Сюда я также добавляю орео. Начинку просто вмешиваю, а печеньки измельчаю. Выбирайте на свой вкус крем, который будете готовить. Потом перекладывайте его в кондитерский мешок и можно отсаживать уже будет на капкейке. Вот такой, видите, он тоже, в принципе, держит форму, но видно, что этот крем помягче. После этого все помещаем в кондитерский мешок, берем насадку и аккуратно, не торопясь, создавая равномерное давление на мешок, отсаживаем шапочки. Крем очень вкусный, тот и тот вариант. Единственное, просто выбирайте по тому, какие ингредиенты у вас есть и по тому, какие вы цели преследуете. Будете ли вы отвозить куда-то капкейки или скушайте их дома. Капкейки получаются очень нежные, непритерные, очень вкусные. И, конечно, у них очень красивый разрез. Мне кажется, он действительно не может никого оставить равнодушным, потому что это очень необычно. Попробуйте, готовится легко. Для гостей приготовить можно очень быстро. Всем обязательно понравится. И я думаю, что вы еще не раз потом для семьи повторите этот рецепт. Спасибо за внимание. До свидания.